Динамо удержало победу над Люцерном в контрольном матче. Очередной спарринг киевского Динамо на тренировочном сборе завершился победой над швейцарским Люцерном 2-1. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на результат поединка. Контрольный поединок. Люцерн, Динамо 1-2. Голы, Эмини, 81, Цыганков, 16, пенальти, Вербич 24. Белосиние долго не запрягали и забили дважды в стартовые полчаса. Сначала Цыганков уверенно реализовал 11-метровый за фолгалкипера против Беседина. Вскоре Вербич выскочил 1-на-1 с Мюллером после разрезного пасса Попова с центра поля и уверенно реализовал свой момент. До перерыва Люцерн упустил несколько возможностей сравнять счет. Но Бущан своевременным выходом из ворот ликвидировал выпад Фредека. Далее украинский вратарь парировал удар Ардаиса в упор. А под занавес тайма Дорн пробил следа после флангового прострела мимо ворот. Во второй половине больше возможностей и полумоментов создал Люцерн. На старте Бущан парировал выстрел с линии штрафной, а затем отразил еще один удар в упор, в этот раз от Соргича. За Динамо мог забить Караваев, но его выстрел после скидки буяльский кипер перевел на угловой. На 81-й минуте Нищерет ошибся с передачей под прессингом соперников, швейцарцы разыграли комбинацию на финише, который Мини пробил в левый верхний угол 1-2. С этим счетом команды и завершили спарринг. Динамо Бущан Нищерет 76, Киндзера Караваев 72, Забарный Боль 80, Попов Сирота 76, Дубенчак Вивчаренко 46, Сидорчук Андреевский 80, Шипаренко Шепелев 72, Цыганков Антюх 80, Буяльский Вербич Ванат 72, Беседин Гармаш 80, Напомним, что провели разбор иностранного опыта проведения футбольных соревнований в разгар войны. Подписывайтесь на наш ютуб канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр.